В Свердловской области сотрудникам спецслужб удалось предотвратить бунт в исправительной колонии. Кроме того, предотвращено несколько терактов. К счастью, все это лишь легенда масштабных учений, которые, тем не менее, максимально приближены к реальности. В этом убедились наши коллеги. Утреннюю тишину в исправительной колонии нарушают крики и грохот. Группа заключенных решила устроить массовые беспорядки. Недовольные режимом содержания, они начинают поджигать здания, расположенные на территории. Своими силами с бунтом администрация учреждения справится не в силах, и на место прибывают бойцы спецслужб. Территория отсекается колючей проволокой, а по периметру встает отцепление, в которое то и дело летят бутылки и пакеты с водой. Чтобы дезориентировать агрессивную толпу, силовики применяют светошумовые гранаты, а затем и водометы. Довольно быстро бунт удается локализовать. Заключенных разделяют на маленькие группы. В первую очередь сотрудники спецназа уводят зачинщиков бунта. К счастью, все это лишь часть масштабных учений, но максимально приближенных к реальности. Ведь спецподразделения в любой момент должны быть готовы к такому развитию событий. Работа в исправительных учреждениях очень накладывает на себя много нюансов, которые невозможно предвидеть при входе в данное учреждение. С них тоже можно побольше импровизации, тогда нам приходится включать, как говорится, свою импровизацию. То есть где-то на входе одного изъятия поменять группу, еще что-то. В это же время на пульт 112 поступает сообщение, что в одном из районов города замечены подозрительные люди с оружием. Увидев силовиков, диверсанты открывают стрельбу. Точное количество злоумышленников неизвестно, а поэтому бойцы спецподразделений проверяют буквально каждый гаражный бокс. За одним из них условных диверсантов задерживают. Но их подельникам тем временем удается заминировать здание городской администрации, вокзала и одной из школ. Учения у нас проводятся на регулярной основе. Сценарий отрабатывается, исходя из того, что происходит в стране. То есть берется за основу обстановка. По ходу этих учений бойцы заранее не знают сценарий, который заложен сотрудникам императора оперативного штаба. И поэтому они принимают решения по ситуации, которая перед ними складывается. Сотрудникам спецслужб успешно удается справиться и с этой угрозой. Такие межведомственные учения проводятся регулярно, чтобы каждое подразделение четко знало, как совместными усилиями быстро одолеть общего врага, разрушив его планы еще на стадии замысла. Николай Свердлов, Новости Первоуральск.